Сергей Берлов, Ирина Кузьменко, Надежда Кавулич и многие другие. В Севастопольском центре культуры и искусств открылась выставка картин местных художников, приуроченная ко Дню Защитника Отечества. Здесь представлены работы семи художников. Здесь есть исторические работы, есть пейзажи, есть натюрморты. Но они посвящены тем людям, которые имеют отношение к защите Отечества. То есть это и мужчины, это герои, которые защищали Севастополь, которые имеют отношение к нашему городу. И мы знаем свою историю, мы гордимся своей историей. Картины повествуют о подвигах защитников Севастополя во время двух оборон города. На полотнах зрители могут увидеть легендарных адмиралов, военные корабли, морские и сухопутные сражения. Еще одна подобная экспозиция представлена во Дворце культуры рыбаков. Вот эта выставка – это дань памяти, дань уважения как раз-таки защитникам первой обороны и защитникам второй обороны. И именно вот в этот день, в канун 23 февраля, они, вот защитники одной обороны и другой, встретились в этом зале. Помимо выставки картин, во Дворце культуры рыбаков также представлены экземпляры из частной коллекции Владимира Богданова. Здесь зрители могут увидеть обмундирование русской армии и флота. Это тужурки, это кители, это шинель, это амуниция, имеется в виду фурнитура, то есть головные уборы, фуражки, пилотки, береты. Это сумки, очень-очень уникальные сумки, причем есть сумки как солдатские, вы их увидите, 30-е и 40-е годы, то есть предвоенное время, военное время, так и офицерские сумки, так называемые планшеты. Также во Дворце культуры рыбаков представлена выставка серии открыток «Ко дню защитника Отечества». Многие экземпляры были выпущены в обращение более 40 лет назад. По словам организаторов, обе экспозиции, посвященные 23 февраля, это пример того, как нужно любить свой город и его историю. Ознакомиться с художественными полотнами и занимательными экспонатами может любой желающий до 1 марта. Николай Кузнецов, Мария Олегина, Анатолий Паньков, Дмитрий Лелека. Северный форум-бюро. Спасибо.